Говорю для записи. Историю пишет победитель. В истории много лжи. Если мы проиграем, его правда станет истиной, а нашу забудут. Ведь чтобы изменить мир, нужна красивая ложь и море крови. Продолжение следует. Участие в северо-африканской кампании во Франции в Германии. Его бабушка Серафима Морозова по происхождению украинка родилась в Киеве. Точная дата рождения неизвестна. Известно, что его дед еще до войны приезжал в Киев по обмену опытом и познакомился с молодой студенткой исторического факультета Серафимой Морозовой. Их любовь зашла слишком далеко. Его бабушке пришлось уехать из СССР вместе с его дедом. Впоследствии она стала Серафимой Прайс. Джон Прайс учился в военной академии в Сан-Херсте. Был, как говорится, у нас отличником боевой и политической подготовки. После училища он в звании лейтенанта в 1980 году отправился на службу. 22-й полк САС. Сюда же я служил его деду. Первым его заданием, а также заданием для его группы, сформированной из новобранцев и ветеранов САС, является операция Беррути по захвату одного бывшего полковника британской армии, который сымитировал свою смерть и выкрав в секретные документы и лежал на Ближний Восток. Но Прайс его команда сталкивается с отрядом Вымпела, который ведет к поиске людей, имеющих связи с бандитами. Сначала по ошибке устроив крупную перестрелку, в результате нее чудом никто не пострадал. Впоследствии они разбираются, кто есть кто, и расходят. Тут-то Комаров и встречается с Прайсом. Затем, когда группа Вымпела вышла на финишную прямую, они опять сталкиваются с британцами. Осенью 1985-го группа исламистов захватила там четырех советских граждан. Одного затем убили, а троих удалось освободить. Оказывается, что те люди, которые захватили заложенных, получили тактические ракеты, также приютили предателя, за которым охотится САС. Предприняв внезапный штурм, объединенный англо-советский отряд зачищает базу противника и добирается до своих целей. После чего они вместе отмечают победу и, напившись, громят местный бар. В 1996 году в сентябре Прайс под руководством капитана Макмиллана участвовал в операции по ликвидации Эмрана Захаева в Припяти, Украина. Операция была выполнена. Выстрел Прайса из винтовки лишил Захаева руки. Британцы были уверены, что он мертв. Сразу после этого, будучи выявленными, британцы совершают прорыв через множество отрядов неприятеля, чтобы добраться до точки эвакуации. Прайс почти все это время пронес Макмиллана на себе, после того, как упавший Ми-28 повредил капитану ногу. После этого их забирает вертолет, и Прайс становится капитаном и командиром отряда Браво. В июне 2011 году его отряд отправляют в Россию, где началась гражданская война, для спасения информатора британских спецслужб Николая, который был выявлен и взят в плен русскими ультранационалистами. Однако для этого требовалось объединиться с русскими лоалистами во главе с сержантом Комаровым, так как только он знал о местонахождении британского шпиона. Комаров сообщил, что для того, чтобы спасти шпиона, нужно освободить близлежащую деревню, занятую врагом. Прайс соглашается, и они приступают к делу. Но даже после того, как силы ультранационалистов были уничтожены, Комаров не спешил сообщать о несонахождении Николая, и Прайс решает выпить из него информацию. Комаров, испугавшись, говорит им, что пленник находится в одном из домов у деревни. Теперь отряд Прайса начинает действовать отдельно от русских и направляется к этому дому и обнаруживают Николая. Они следуют точке эвакуации, где их ждал вертолет. Когда Николая доставили штаб-квартиру в Гамбурге, отряд возвращается обратно для устраивания диверсии в тылу ультранационалистов и даже предотвращает язерный удар по США, пущенные и захваченные сахаевцами базой правительственных войск. 26 июня его отряд пытается скрыться от преследования бойцов Красного спецназа и оказывается блокированным на мосту в Алтае. В ходе перестрелки все бойцы Брава, кроме Мактавиша и Прайса, погибают. Однако спецназницы Вымпела спасают выживших британцев. После гражданской войны в России Мактавиш и Прайс, подлечив свои раны, возвращаются в Британию и продолжают служить в САС. В дальнейшем они были переведены в недавно образованный отряд НАТО ОТГ-141. В 2013 он участвует в кооперации Кингфиш совместно с американскими бойцами из Дельты. Целью этой операции было найти и захватить террориста под пробежью лидер, он же Владимир Пакар. Но операция провалилась, и ее итогом было то, что Прайс был сплачен и отправлен в ГУЛАГ в Петропавловск, где перебывает лодь до 2016 года, когда после начала Третьей мировой войны его освобождает бойцов ТГ-141 во главе с Мактавишем. Следующая операция происходит в Петропавловске на базе подлодок. Прайс решает остановить конфликт между Россией и США и запускает гладкую ракет с АМИ-воей головкой в сторону США, тем самым ослушавшись приказа Шепарда. Затем, во время выполнения миссии в Афганистане по поимке Макарова, почти вся группа была уничтожена предателем, генералом Шепарда, который решил сдать власть в свои руки. Теперь остались только Прайс, Мактавиш и Николай. Прайс с Мактавишем решают отомстить за смерть своей группы и отправляются в его логово в Афганистане. Точка Хоутл Браво. Прайс с Мактавишем решает отомстить за смерть своей группы и пропали. Прайс с Мактавишем решает отомстить за смертью. Николай приводит их в Индию, где находятся остальные сотрудники ОТГ. Там Мактавиш оперирует, но вскоре их обнаруживают и они эвакуируют. Далее Брайс прорабатывает план перехвата груза в Стерра-Леон. Он, Мактавиш и Юрий направляются туда, но план провалился и груз улетел на вертолете. А после они при поддержке вертолета Николая и нескольких отрядов ворвались в африканский город с целью захвата командира местных головорезов, Варабы, который должен был вывести их на след Макарова. Операция была выполнена. Кабинет Макарова был найден в Праге. Он должен был провести совещание. На помощь Мактавишу, Юрию и Прайсу пришел старый друг Комаров, который возглавляет чешское сопротивление. После успешной проведенной операции по проникновению в кабинет Макарова, прямо перед Прайсом открывается дверь лифта, в котором привязанный к стулу сидит Комаров. Находящаяся на нем срывчатка срабатывает, но Прайс успевает убежать. Срабатывает срывчатка и в церкви, где находились Юрий и Мактавиш, но они успели выпрыгнуть оттуда. Выживают, хотя сам Мактавиш погибает. Прайс и Юрий покидают город. Спустя некоторое время, Прайс связывается с Макмиланом и просит предоставить информацию о замке, где предположительно находится Макаров. Юрий и потерявший к нему доверие Прайс десантируются в крепость и, применяя стелс-тактику, проникают в центр охраны замка. Получив нужные сведения, герои прорываются через отряды противника и эвакуируются. Позже Юрий и Прайс объединились с отрядом «Дельта» для того, чтобы спасти президент России и его дочь, которые находились на алмазных ротниках в Сибири. Операция была выполнена с потерями бойцов «Дельта». Прайс и Юрий, одевшись в тяжелую экипировку, начали штурм отеля, намереваясь убить Макарова. Это же Супа! После длительной перестрелки, в которой был ранен Юрий, Юрий, прожь меня и дай ему уйти! Прайс прыгает на вертолет Макарова и убивает пилота. Прайс прыгает на вертолет Макарова и убивает пилота. Прайс прыгает на вертолет Макарова. Прайс прыгает на вертолет Макарова и убивает пилота. Полиция Дубая прибывает на место и видит, что натворили Прайса Юрием. Разумеется, Прайса забирают в отделение для выяснения. В отделении арабам позвонил Макмиллан, и они отпустили Прайса. Прайс возвращается к себе в Бэтфорд и выходит на заслуженный отдых. Его дальнейшая судьба неизвестна. Но мне удалось не пообщаться, и я выяснил, что у него замечательная жена, младше его на 15 лет, ждущая ребенка. В общем, у него наконец в жизни настал покой. Каждое воскресенье приезжает в Харрифорд, чтобы отдать память погибших своих друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова